МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава семейства Дмитрий работает в местном военкомате, но и на ведение хозяйства время остается. Его супруга Татьяна рассказала о том, с чего начинается День заводчиков. Восемь просыпаемся, идем кормить птиц, с броверов начинаем, потом уже там походы, перепелки, индюки, куры, потом уж козы. Потом дети. Пока спят, мы их кормим. В хозяйстве Синицыных есть несколько коз и маленькие козляты. Также имеется инкубатор для самых маленьких птенцов. На данный момент в специальном помещении живут 250 новорожденных перепелов и 45 цыплят бройлера. Инкубаторы у нас дома стоят, небольшие, конечно, непрофессиональные пока. А потом маленькие цыплят уже спускаем сюда, в подвал. Здесь отопление полностью. Все отопляется, им цыплят. Хозяевам подворья удается продавать мясо птицы своим знакомым и соседям. В Барышевском районе стали чаще оформлять соцконтракты. За последние два года число людей, оформивших дотации, выросло в полтора раза. В 2019 году было заключено 45 социальных контрактов на общую сумму 1 миллион 158 тысяч рублей. Уже за половину года 2020 года заключили социальный контракт 27 семей на сумму 1 миллион 38 тысяч рублей. Одна треть барышевских семей полноценно зарабатывает от продажи своей продукции. Чтобы оформить соцконтракт, любой желающий может обратиться в местное отделение социальной защиты и оставить заявку на получение субсидий. Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Уллправды ТВ.